Итак, в следующем нашей списке идет кастинг, Dreamcast. Он может быть на этом месте, он может быть уже после того, как вы сформулируете визуальную стилистику. Кастинг и Dreamcast. Чем они различаются? Ну, скажем так, раздел кастинг может начинаться с того, как вы собираетесь кастинговать, как вы собираетесь отбирать актеров. Вы можете сказать, я хочу только звезд. Для моего фильма нужны звезды. Вы можете сказать, наоборот, для моего фильма нужны совершенно незасвеченные лица для того, чтобы передать достоверность, документальность моей истории. Вы можете сказать, своих людей, своих героев, своих персонажей, своих исполнителей я собираюсь искать на улице. Или я собираюсь искать в театральном училище. Или я их собираюсь кастинговать с помощью таких-то, таких-то средств. То есть, такая небольшая преамбула того, как вы собираетесь подходить к кастингу, важна, я повторю, обязательно в каждом разделе пробрасывать мостик к тому, что это связано с сутью вашей истории. Для моих задач мне важна достоверность, поэтому я не собираюсь использовать звезд. Нет, у меня глянцевое кино, вряд ли мы будем, конечно, использовать такой термин, но у меня кино большого стиля. Мне нужны обязательно известные актеры, которые за собой будут тащить шлейф известности. Дальше у нас могут идти фотографии актеров, тех, с кем мы уже договорились. Тогда мы пишем, договоренность есть под фотографии и фамилии актеров, или в процессе переговоров. Кино начинающих кинографистов, таких договоренностей еще нет, особенно на раннем этапе разработки проекта. И тогда у нас всегда есть искушение привести то, что называется «дримкаст», то есть актерский состав мечты. Вот с этим искушением надо чуть-чуть бороться. Когда в короткометражном кино в разделе «дримкаст» мы видим фотографии известных голливудских актеров, ничего кроме смеха это не вызывает. Мы понимаем, что ни с кем из них вы не договоритесь, это понятно, вы это не предусматриваете. Вы хотите сказать, вот мне нужен человек, как Леонардо Ди Каприо. Ну, пожалуй, нет у нас человека, как Леонардо Ди Каприо. Мы понимаем, что вы будете искать среди российских актеров, среди них Леонардо Ди Каприо нет. Среди них есть немало достойнейших совершенно профессионалов или начинающих актеров, но Леонардо Ди Каприо среди них нет. Поэтому лучше постараться показать, что вы неплохо ориентируетесь в том, как сейчас у нас устроено вообще актерское поле, актерское пространство. Приводите примеры российских актеров. Для этого есть интернет, для этого есть ваши коллеги, для этого есть проект «Кинолифт», где вы можете найти массу фотографий и портфолио актеров, скажем так, еще не супер засвеченных, но в том числе и довольно известных. Приводите их фотографии. Тогда мы будем понимать, что вы все-таки стоите на земле, что вы собираетесь действительно проводить кастинг среди доступных актеров, среди тех, с кем вы можете договориться. Среди них могут быть в том числе и российские звезды. Очень часто в коротких фильмах российских начинающих режиссеров снимаются очень известные актеры, когда им реально нравится сценарий. Поэтому раздел «Кастинг-дримкаст», повторю, лучше начинать с того, как вы собираетесь подходить к кастингу, какие актеры вам нужны, и дальше, в зависимости от того, на каком этапе разработки проекта вы находитесь, приводить примеры тех актеров, с кем вы уже в процессе переговоров, или «Дримкаст» из все-таки российских актеров. В случае, если у вас кастинг уже начался, и у вас уже есть актерские пробы, то можно привести один или два линка. Только не приводите линки на огромные куски материала, никто их не будет смотреть. Небольшой фрагмент на минуту-три минуты всех порадует и устроит. Только постарайтесь не наступить на грабли. Будьте уверены в том, что этот фрагмент действительно презентабелен, действительно отражает то, чем нравится вам этот актер, и он должен быть все-таки как-то прилично снят. Иногда даже на айфон можно вполне себе прилично снять начальные актерские пробы. Продолжение следует...